Когда я еще только начинала работать на Гавилаке, продавцом у Веры Гусаровой, бывала продам три черно-белых гусаровских тетки в одну рубки и представляю себя стоящей в центре мира. Все народы меня обтекают, а отдельные представители этих народов возле меня останавливаются и благословно слушают, как я несу ахинею о тайственной славянской душе. Лучшие из этих представителей покупают у меня образчики этой душе. В этом феврале, четыре года спустя, ко мне вернулась в отсутствие. В воскресенье, в будущем первой, вместо моришки, я еще с утра поклялась, что отправлюсь в грамму в Питер, моришкиному отцу с выражениями соболезнований от всех нас. У Марина умерла мама, бедная девочка. И програла три больших моришки, масло с золотым акриликом на картоне. Наши новые тетки, наш творческий эксперимент. За 9 тысяч крон будем поятенную французу, которые, конечно же, имеют вкус по всему изящному душе. В последние три дня я все время думала о моришке с нежностью и скорбью. И аромат этих чувств оливал ее веселой работой, придавалась дополнительной фирмы. Под вечер бродила русская пара по Гавилаку, совершенно обалдевшая от обилия прекрасных работ. И лично над моими папками Охаша и Ахочка. Мы, мол, где только что из Парижа, были на их валеном Манматре, видели все и ничего хорошего. Ничего похожего на то, что видим здесь. Вы гораздо профессиональнее работаете, а главное, несравненно духовно. Еще бы сказала я. В каком городе мира вы видели оригиналы, продающиеся на улице? А Гавилак вообще уникальное место. Здесь можно оригинал за копейку купить. И они купили у меня Асхата за 5 тысяч крон. Одного. И даже не посмели видеть, что это дорого. Еще бы. Асхат буквально за последний год провел над собой такую колоссальную, такую филигранную работу, что его старики, играющие ли на музыкальных инструментах, бредущие ли по лицу земли, моляющиеся ли на своих специальных повреках, выглядят кусок дорогой старинной эмали. Я даже не знаю, куда такой кусок пристроить там, в России. А мы не из России. То есть мы из России, но уже 10-й год живем в Америке. Последовал ответ. И телеграмму я отправила. Зашли вечером с тобой на главпочтам. И я написала. Сердечно соболезную, Маринины коллеги. И 12 наших фамилий. Какие фамилии? Ты надулся. Я не поняла из-за чего. Уже гораздо позднее открылось, что я не поместила там в телеграмме твоей фамилии. Хотя бы имени, сказал ты. Но при чем тут ты, возразила я. У нас группа художников с Гавелака, которую мы образовали еще 2 года назад. Как бы Маришка поняла, что это ты? Как-нибудь уж поняла бы. И вообще, Ирак, ты-то какой художник? Ну, я художник слова. Когда-нибудь напишу обо всех нас по-настоящему. Я буду летописцем Гавелаку. Ой, не смеши меня. Ты ничего, кроме рюмки, в руках держать не умеешь. Довольно разозлилась я, мотаясь в свой подорог. Ну, а теперь, как бы прошло некоторое время, действия продолжаются дальше. На день своего рождения мне пришлось работать. День складывался так удачно, что я бы работала так всю оставшуюся жизнь. С утра я посетила парикмахерскую. Я, между прочим, в Чехии только в парикмахерской и чувствую себя дамой. Только вернулась, ты и Саша преподнесли мне по роскошным букетам. Причем у Саши были какие-то вычурные синие хризантемы, правда, очень эффектные. А у тебя традиционно, все малых роз. И ты сказала, ведро по цвету найдешь позже, а сейчас пойдем. И повел меня в эвирную лапку. И предоставил на выбор три гудрины с сережками. Мои предыдущие, подаренные Светкой, со словами «Будь, как я, женщина, ты в декабре сломал полей страсти». Я примерила пять или шесть пар сережек и пунцовые остановилась на самых крохотных с бриятовыми крошками. От них сыпались искры и попадали в мои влажные глаза. Поскольку продажа шла сама собой, я только подходила к жаждущим и заворачивала работу. Я купила гермайстеря и потепенно начала угощать всех, кто вечером не мог попасть на банкет. Пришли Люси и Рэм. Люси сказала, что вечером немножко опоздает к Моцарту, так как у них на Стармаке станки закрываются на час позже, чем у нас. А Рэм, как всегда, сослался на простуду и приглашение отклонил. Но принес мне три розовые розы. Косился на твоей алой и сказал, я искал такие, но не нашел. Прибежала Светик и, вернув мне тысячу крон долгу, подарила три красные розы. Я была на нее сердита, так как в самый последний момент она сказала, что их со схатом не будет. Я продала два коллажа гора и заработала две тысячи крон. Пришла Никольская с букетом гвоздик, а Костя Никольский торжественно преподнес мне свою работу с названием «Только голая правда позволяет нашему брату-художнику так искренне и красиво брать?» Там был запрошен музыкант, турбач, в зеленой кофте, в клетчатых красных брюках, с такой же красной косынкой на шее и глазками, которые были твоими глазами. На заднем плане картины сидела на земле голая тетка и под ней красовалась надпись «Голая правда». Константин Маэстро, я это буду утверждать, даже если ты меня когда не придуешь шатревность. Когда уже были подняты тосты за меня, за моих маму, папу, за моих детей и моих друзей, вдруг поднялась Наталья и с меняющим голосом сказала «Тут вспомнили всех, а забыли самого главного». И она кивнула на тебя «Я хочу выпить за этого человека». С его появлением в маминой жизни случилась настоящая революция. Она переменилась, она стала красивее, веселее, добрее. Конечно, бывают иногда и слезы, но улыбок стало больше. Пока она говорила это, волнуясь, спотыкаясь на каждом слове, я расплакалась. Перед всеми, за роскошным столом, вся заваленная розыртами, в первом в своей жизни костюме от Марк Спенсер. Господи Иисусе Христе, такая славная у меня дочь, такой нежный и чуткий возлюбленный, такие преданные, талантливые друзья, а я сижу и вою, как дворняжка, нашедшая хозяина. Спасибо. 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 Спасибо.